Доброе утро, коллеги. Еще одно подтверждение того, что хайпа, аналогичного в 2017 году, не намечается, пришло от издания CrunchBase. В этом году инвесторы вложили в криптовалюты и технологии, связанные с блокчейном, около 3,38 миллиарда долларов. Тогда как в 2018 году эта цифра достигала 12,86 миллиарда долларов, по мнению CrunchBase, текущее состояние криптовалютного рынка напоминает спущенный пузырь. Валюты все еще торгуются, а блокчейн-стартапы получают финансирование, просто речь идет о значительно меньших суммах, чем год назад. В этом году крупнейшие венчурные фонды, такие как Андрисин Хороуитс, Digital Currency Group и Blockchain Capital, значительно сократили финансирование в отрасль. Эксперты связывают снижение активности с отсутствием доступной инфраструктуры, которая позволила бы расширить количество пользователей криптовалют и увеличить популярность блокчейн-технологий. На рынке по-прежнему присутствуют как ярые сторонники криптовалют, так и противники. Данные довольно четко показывают, финансирование блокчейна и криптовалют сократилось, но никоим образом не прекратилось. Рынок криптовалют по-прежнему населяют киты, быки и медведи, которые преследуют единственную цель – максимизировать свою прибыль за счет остальных участников рынка. А институциональные инвесторы устали ждать и начали требовать регулирования рынка криптовалют. Тем временем в родном отечестве продолжаются споры и обсуждения закона о цифровых финансовых активах. Забыт уже срок, установленный Владимиром Путиным на 1 июля. Из огромного пакета законодательных актов на текущий момент принято лишь два незначительных. Но это не все. По данным канала База между ФСБ и ЦНРО Банком разгорелись нешуточные баталии относительно принятия регулирования криптовалют. По информации канала, противостояние между заинтересованными органами власти столь велико, что зампред правительства Максим Акимов написал президенту Владимиру Путину, что отсутствие единой позиции препятствует дальнейшей работе над законопроектом и его принятием. Законопроект в его нынешнем виде запрещает использование криптовалют. На этом настаивает прежде всего глава ЦБ Эльвира Набиулина. Аргумент такой нет единого центра эмиссий. Есть только хаос, в котором анонимные майнеры пытаются нажиться, не платя налоги. И главное Эльвира Сахибзадовна не может понять, как ей наложить руки на все циркулирующие биткоины. Еще в конце июля Акимов в письме Путину сообщает. Законопроектом прямо предусмотрен запрет на выпуск и использование частных цифровых валют, криптовалют, в связи с отсутствием единого эмиссионного центра. Выпуск криптовалюты осуществляется неограниченным кругом анонимных лиц. Гарантией защиты прав потребителей, высокой волатильностью, сомнительным характером операций. Отсутствием механизмов мониторинга и контроля за проведением криптовалютных операций. У ФСБ России имеется особая позиция по этому вопросу. В частности, в организации уверены, что запрет не сработает, так как он просто технологически нереализуем. Поэтому ведомство предлагает регулировать рынок криптовалют через лицензируемых государством операторов. Таким образом можно будет снизить уровень анонимности в этой сфере, считают в ФСБ. К тому же использовать такой механизм рекомендует Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. В кое веки позиция ФСБ более либеральная, чем у ЦБ России. Однако, Эльвира Набиулина не верит в эффективность лицензируемых операторов. Не без основания считая, что операции с криптовалютами могут проводиться, минуя их, непосредственно между криптокошельками владельцев криптовалют. Было проведено совещание с участием ЦБ и ФСБ для нахождения единой позиции. Результата оно не принесло. В итоге премьер Дмитрий Медведев, потеряв терпение, потребовал от правительства принять законопр. Полный текст читайте на сайте криптофанс.ру, ссылка на новость доступна в тексте под видео. Продолжение следует...